Про неё говорят социальный работник от Бога. Ирина Трубочкина всегда оказывается там, где нужна помощь. В 2020 году её признали лучшим социальным работником. Ирина всегда доверяет своей интуиции. Однажды это помогло спасти жизнь человеку. Звоним, обзваниваем перед тем, как прийти. Не отвечает на телефон. Прихожу, всё оставляю, прихожу, звоню в дверь, человек не отвечает. Хорошо, что первый этаж, частный дом. Смотрю по окнам, человек полу лежит на полу. Я позвала соседей, залезли в окно. Я залезла в окно, вызвали скорую помощь, спасли человеку жизнь. В другой раз Ирину насторожило, что телефон подопечный постоянно занят. Дело было в пандемию, когда активизировались мошенники. Выяснилось, что они вышли на пенсионерку, и та согласилась взять для них кредит. Хорошо, что вовремя пришла. Мы также срочно связались со службой безопасности банка. Банк сказал, да, перевод ещё не осуществлён, но счёт уже открыт. И вот этим самым мы помогли человеку не ввязаться материально, вот эти долги. Среди тех, о ком заботится Ирина, Инаида Теплякова. Инаиде Ивановне 75 лет. Она ветеран труда и инвалид по зрению. Говорит, Ирина помогает ей уже 15 лет. Приходя, всегда спросит, выпила ли это лекарство, измерит давление, оформляет необходимые рецепты. Раза три помогала лечь в больницу. А однажды выручила ещё и сына Инаиды Ивановны, когда у того случились неприятности. В свой выходной день она его убедила, сына, что нужно пойти к врачу, что нужно полечиться, что нужно это. А он из семьи ушёл, там получилось так, что всё. Ну и короче, она его выходной день сама записала к врачу, повезла с ним, целый день с ним потратила. И поехала, помогла ему. И сейчас всё, слава Богу, хорошо. Она очень помогает. Она и как тебе поможет, и успокоит тебя. Ну просто я её жду всегда, как лучик света. Профессия «Социальный работник» появилась в России в 1991 году. Помощь пожилым гражданам и инвалидам – одно из приоритетных направлений государственной политики. И одно из направлений национального проекта «Демография», инициированного президентом России. Они помогают убраться в доме, помыть посуду, ходят в магазины и аптеки. Большое внимание уделяется здоровью подопечных. Социальные работники измеряют давление, температуру, посещают врачей и выписывают рецепты. А социальные работники большое внимание уделяют восстановлению документов при потере. Они оформляют документы для получения пенсий, пособий, социальных каких-то выплат. Социальные работники предоставляют кратковременный присмотр детям. В Самарской области на надобном обслуживании находятся более 50 тысяч получателей социальных услуг, которых обслуживают порядка 5 тысяч соцработников из 10 центров социального обслуживания населения. Виктория Шарая, События.